Добрый день, меня зовут Юлия, и сегодня я хочу с вами поделиться мыслями, которые пришли ко мне во время прочитания замечательной книги, талантливого бизнес-тренера, замечательного писателя Хэлла Элларда «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех». Данная книга выделяется из основной массы нонфикшн-литературы именно тем, что эта книга является сбором определенных рекомендаций, практических инструкций, которые можно исполнять ежедневно для того, чтобы увеличить качество своей жизни, реализовать свой потенциал, исполнить свои мечты, желания и стать действительно тем человеком, который вы мечтали стать всю свою жизнь. То есть в книге собраны практически рекомендации, которые вы можете выполнять день за днем, и это не чистая сухая теория, которую вы можете изучать и потом применять по собственному какому-то рассуждению. Итак, первая часть книги — это мощнейший заряд мотивации. В первой части автор говорит о том, что каждый из нас достойен реализовать все свои желания, все свои мечты, все свои стремления, цели, которые мы ставили перед собой на протяжении всей своей жизни. Рассказывает о том, что каждый из нас с детства мечтал стать богатым, успешным и реализовать себя полностью в какой-то из областей своей жизни. Так вот, статистика говорит нам о том, что из ста людей, которые хотят стать богатыми, успешными, только один добивается истинного успеха, а остальные, там, больше половины становятся зависимыми от обстоятельств своей жизни, от знакомых, от родственников, от близких и проживают достаточно заурядную жизнь. Заурядность — это самое страшное, что может произойти с человеком, а самое прекрасное — это жить жизнью своей мечты. И автор дает практически рекомендации, как вы можете превратить свою жизнь в жизнь своей мечты, следуя простым правилам и исполняя простые действия изо дня в день. В данной книге автор очень много говорит о том, что вы достойны достичь и поддерживать уровень здоровья, богатства, счастья, любви, успеха в своей жизни, так же, как и любой другой человек на свете. Чтобы перестать довольствоваться меньшим, чем вы заслуживаете, нужно начать каждый день выделять время на то, чтобы стать достаточно квалифицированным человеком. Ежедневное пробуждение, а также утренний распорядок, либо же его отсутствие, очень сильно влияют на успех во всех сферах нашей жизни. Уже доказано, что метод «Чудесное утро» помогает нам быстрее реализовать свой потенциал и превратить наше утро, а соответственно и весь наш день, а соответственно и всю нашу жизнь, в прекрасную реализацию плана, который вы можете сами себе построить и жить по собственному сценарию. А метод «Чудесное утро» подходит всем абсолютно, вне зависимости от того, кем вы себя считаете, жаворонком или совой, и насколько тяжело вам было ранее просыпаться, с какими мыслями вы делали это ранее. Автор дает реальные рекомендации по тому, как вы можете превратить свое утро в утро Рождества и наполнить утро чудесной магией, мотивацией, самореализацией и изменить всего лишь час вашей жизни, соответственно изменить всю вашу жизнь. Потому что то, как вы начинаете свой день, влияет на то, как вы проведете его полностью, и мысли, которые вы переживаете, эмоции, которые вы переживаете утром, влияют на качество всего вашего дня, а соответственно и всей вашей жизни. Поэтому метод «Чудесное утро» он настолько прекрасен и он настолько результативен, как описывает автор данной книги. Даже если вам тяжело было ранее просыпаться по утрам, вы будете делать это намного легче, чем прежде. Затем, проверив на практике неоспоримые преимущества явной взаимосвязи между ранним подъемом и невероятным успехом, вы узнаете, что то, как вы проводите первый час дня, служит верным ключом к максимальному использованию своего внутреннего потенциала и достижению такого успеха, о котором вы мечтаете. Если мы возьмем каждую из областей нашей жизни и оценим ее по десятибальной шкале, мы поймем, что каждая из областей развита на том или ином уровне, и каждый из нас хотел бы добиться в каждой области своей жизни, будь это здоровье, будь это семья, богатство, успех, карьера, каждый из нас хотел бы добиться десятки. Я не встречала ни одного человека, кто был бы доволен тройкой, четверкой, семеркой, каждый из нас хочет максимума. Так мы должны понимать, что есть определенная параллель, которая связывает напрямую уровень нашей жизни, который мы имеем, те усилия, которые мы прилагаем, то время, которое мы вкладываем в себя, те усилия, которые мы вкладываем в то, чтобы развивать себя и становиться тем человеком, которым мы мечтали стать. Если мы ежедневно и целенаправленно не выделяем время на то, чтобы развить в себе того человека, который сможет создать жизнь нашей мечты, нам будет очень трудно достичь желаемого результата. Очень важно понимать, что большинство окружающих нас людей, примерно 95%, ведут заурядный образ жизни, то есть переживают изо дня в день один и тот же сценарий, и не считают себя счастливым человеком, при этом не меняют ничего абсолютно в своей жизни. Мы должны постичь и принять, что если решительно не настроимся на то, чтобы начать мыслить и жить иначе, чем большинство людей, то тем самым априори согласимся на такую же заурядную жизнь. Постоянную борьбу, неудачи, сожаления, которые преследуют львиную долю жителей планеты. Очень важно понимать, что важный шаг, который мы должны сделать, понять, почему так происходит, почему большинство окружающих нас людей живут заурядной жизнью, понимают это и при этом ничего не меняют. Автор книги приводит практическая рекомендация того, как избежать заурядности, как изменить, например, свой круг общения, как изменить свои ежедневные привычки, для того, чтобы избежать вот такого образа жизни и стать действительно именно тем человеком, которым вы достойны стать. Очень важно поставить себе ультиматум и принять решение, что именно с сегодняшнего дня вы намерены что-то в своей жизни делать по-другому и изменить свою жизнь к лучшему. Если вы похожи на большинство людей, то каждое утро просыпаетесь под ненавистный звонок будильника и с огромной неохотой вытаскиваете себя из постели, потому что вам нужно куда-то ехать, что-то сделать, кому-то ответить, о ком-то позаботиться. И если бы у большинства людей был выбор, они бы предпочли остаться в постели. Это вполне естественно. Но внутренней противость неизбежному пробуждению мы жмем на кнопку повтора звонка, не осознавая при этом, что наше сопротивление и наши эмоции отправляют Вселенной вполне четкое сообщение. Проживая такое утро изо дня в день, переживая такую атмосферу утра, мы оказываем очень мощное влияние на весь остальной день. Многие люди признаются, что утро для них – самое трудное время суток. Постепенно это может превратиться в замкнутый круг. Просыпаясь в тоске и отчаянии, мы проживаем весь день, продолжая испытывать эти чувства. Ложимся спать с чувством тревоги или депрессии, и жуткий цикл меланхолии повторяется снова и снова. Чудесное утро – это тот метод, который предлагает нам автор книги, позволяющий нам вырваться из этого порочного круга, изменить каждое утро, сделать его прекрасным, чудесным, наполнить его позитивными эмоциями. И именно в первые часы нашего дня, когда наш мозг является самым, наиболее продуктивным, если сравнивать с другим временем суток, уделить время для саморазвития, время для того, чтобы реализовывать свой потенциал, вы можете сделать каждое утро магически волшебным. Целенаправленное, продуктивное и успешное утро генерирует такой же целенаправленный, продуктивный и успешный день, что неизбежно приведет вас к успешной жизни. Просто изменив время утреннего подъема и определенные утренние ритуалы, можно существенно улучшить любую сторону своей жизни, причем быстрее, чем вы, вероятно, думаете. Если же вы думаете, ознакомившись с этим методом, что у вас не хватает времени и так на определенные вещи в вашей жизни, что вам тяжело просыпаться по утрам, а просыпаться для этого метода вам придется на час раньше и выделять целый час утра для того, чтобы переживать практики, приведенные далее, вы должны понимать, что все мы хотим быть счастливыми. И все мы знаем, что именно делает нас счастливыми. И почему-то мы этого не делаем. Почему? Очень просто. Потому что мы для этого слишком заняты. Слишком заняты для того, чтобы быть счастливыми. Соответственно, проживаем заурядную жизнь. Мы должны понимать, что выделив всего один час, мы можем изменить полностью свою жизнь, всю свою жизнь пожинать плоды вот таких вот продуктивных утр. При этом, вне зависимости от того, как вы просыпались ранее, вы можете изменить свои эмоции, которые связаны у вас с пробуждением, благодаря рекомендациям, которые приводятся в этой книге. Автор сразу же развеивает миф о том, что просыпаться утром тяжело, плохо и выделить целый час утра на саморазвитие невозможно. Он приводит статистику того, сколько необходимо действительно часов сна для того, чтобы чувствовать себя в хорошей форме и выполнять все рекомендации. Поэтому вы можете черпать оттуда, вот как из практического руководства, те навыки, которые можно применять сразу в жизни. Итак, автор приводит в книге шесть практических кругов, как он называет их, спасательных кругов, которые вы можете использовать каждое утро, шесть практик, которые необходимо проживать, для того, чтобы действительно там существенно улучшить качество вашей жизни, качество вашего здоровья и стать тем человеком, который вы хотели стать с детства. Первая практика – это тишина. Вторая практика – прочтение аффирмаций. Третья практика – визуализация, физические упражнения, чтение и ведение дневника. На каждую из практик автор рекомендует выделять определенное количество времени, чтобы в сумме вы выделяли на метод «Чудесное утро» около часа. При этом автор очень много говорит о том, что длительность каждой из практик или их последовательность вы можете менять в зависимости от того, как это будет вам комфортнее делать, в зависимости от самочувствия и от собственных ощущений. Все это очень индивидуально. Итак, первая практика, которую предлагает нам автор книга, книги – это нахождение в тишине. Один из лучших инструментов, который помогает немедленно уменьшить количество стресса, который может у нас возникнуть, в том числе от раннего пробуждения, и повысить нам осознанность, достичь ясности, что непременно поможет каждый день сохранять фокус на поставленных целях, приоритетах и самым важном в вашей жизни. Ваша утренняя тишина может длиться, по рекомендации автора, около пяти минут и может быть наполнена тем, чем вы пожелаете – медитацией, молитвой, какими-то размышлениями, а, например, в предстоящем дне, глубоким дыханием, дыхательным практиком, который действительно уже во всем мире доказанно снижает уровень стресса, повышает уровень позитивных гормонов, ибо же выражать благодарность жизни окружающим, родным, для того, что вы имеете на данный момент. Следующая практика – это физические упражнения. Утренняя зарядка длиной всего в 20 минут поможет вам действительно стать более бодрыми, энергичными, привести в ясность, опять же, свой ум. Все мы знаем фразу, что в здоровом теле здоровый дух. Если же ваше тело находится в неположенном состоянии, скажем так, вы имеете проблемы со здоровьем, которые связаны с отсутствием физической активности, вы не можете физически находиться в хорошем настроении. Наше тело – это основа, и прежде чем переходить на уровень выше, на уровень какой-то духовной осознанности, саморазвития, личностного роста, мы должны основы, основные физиологические потребности, такие как здоровье, удовлетворять в первую очередь. Поэтому, выделив всего 20 минут на утреннюю зарядку, вы можете заметно улучшить свое самочувствие и, естественно, переходить уже к следующему этапу, заниматься каким-то ментальным развитием, ростом, здоровьем и так далее. Следующая практика – чтение аффирмаций. Чтение аффирмаций – это пятиминутное повторение каких-то фраз, которые по рекомендациям автора, по понятным алгоритмам вы простраиваете сами для себя и повторяете себе, возможно, перед зеркалом, кому удобно, возможно, просто про себя. И повторение ежедневной многоразовой аффирмаций ведет к вере. Когда вы что-то очень много раз проговариваете себе, вы начинаете, ваш мозг устроен так, что начинает в это сразу верить. Когда эта вера становится глубоким убеждением, тогда и начинается действительно волшебство. Вы будете оставаться неудачником до тех пор, пока будете верить, что вы такой. Когда вы убедите себя, что вы замечательный, вы достойны большего, вы самый особенный человек в этом мире, и вы достойны исполнения всех ваших желаний, тогда действительно в вашу жизнь начнут приходить удивительные вещи. Подумайте, каждый из нас постоянно прокручивает какие-то мысли в голове, то есть по факту мы постоянно говорим сами с собой. Так почему же не начать говорить себе прекрасные вещи, заряжать себя аффирмациями на какой-то там позитивный настрой, не заряжать себя мотивацией самостоятельно, когда мы и так это делаем, в принципе, да, общаемся сами с собой мысленно, ежедневно. Я, допустим, если говорить о личном примере, часто использовала ранее аффирмацию «Вижу цель, не вижу препятствия» и проговаривала у себя в голове и очень много раз. И на самом деле, когда я начала вот верить в то, что я тот человек, который видит цель, не видит препятствий, добивается желаемых вещей, мне стало намного легче добиваться поставленных целей. Автор книги приводит понятный достаточно алгоритм, по которому вы сможете простроить ту мотивацию, которая будет полезна для вас в тот или иной момент времени, которая будет для вас действительно недвижимой силой. Следующая практика – визуализация. Наш мозг устроен таким образом, что он не различает то, что мы увидели своими глазками, либо же то, что мы представили у себя в голове, то есть визуализировали в своем мышлении, что из этого является действительно правдиво случившимся. То есть те картинки, которые мы представляем у себя в голове, которые мы ставим у себя в голове как определенную мишень, цель, мозг воспринимает как что-то, что уже произошло в вашей жизни. Соответственно, вам легче добиваться своих целей. Практика визуализации, которая описана в данной книге, помогает вам быстрее добиваться своих главных целей, потому что тогда они становятся для вас более реальными, их достижение не вызывает у вас каких-то там определенных сомнений. Визуализировать вы можете себе также по понятному алгоритму либо свой следующий день, либо какие-то свои глобальные цели. Следующая практика, предпоследняя, но далеко не последняя по значению, читайте. Чтение – это одна из самых замечательных возможностей в нашей жизни узнать ту информацию, которая помогает нам развиваться, помогает нам добиваться поставленных целей, реализовывать свой потенциал благодаря знаниям тех людей, которые уже прошли этот путь. Уделив каждое утро всего 20 минут на прочтение литературы, мы говорим, естественно, о какой-то бизнес-нон-фикшн литературе, потому что мы с вами говорим сейчас, и автор книги говорит о личностном росте, больше о саморазвитии. Вы можете прочитать как минимум 20-25 книг на протяжении всего года, то есть несколько книг в месяц, а значит, что вы можете поговорить примерно с 20 выдающимися личностями через их книги, через их откровения, через ту информацию, которую они хотели поделиться. Для меня всегда в моей жизни книга была определенной инструкцией, абсолютно ко всему. Когда у вас что-то не работает, и вы не знаете, как что-то исправить, обычно вы смотрите по подсказке где-то в гугле, в инструкциях, особенно если мы говорим о технике, о здоровье нашем. Так вот, книга в основном, особенно если мы говорим о бизнес-литературе, это практическое руководство к тому, чтобы исправить какую-то из областей вашей жизни. Например, если у вас происходят частые конфликты в семье, вы можете прочитать книгу о том, как устанавливать успешные коммуникации. Если же вам не хватает мотивации для совершения каких-то действий в вашей жизни, достижения целей, вы можете прочитать об этом книгу как инструкцию и исправить то, что у вас работает, по вашему мнению, неправильно. Если же вы не знаете, как правильно оздоровить, скажем так, образ вашей жизни, об этом тоже есть очень много литературы, которая дает полезные рекомендации. Это нормально, что мы чего-то не знаем. Ненормально, когда мы не стремимся это узнать. Если есть какие-то области вашей жизни, которые нуждаются в развитии, вы можете прочитать литературу, которая дает рекомендации по, практически главные рекомендации по развитию одной из областей. Поэтому очень важно хотя бы 20 минут вашего времени уделять именно для чтения полезной литературы. И последняя рекомендация, которую предлагает автор книги, введите дневник. Записывать свои мысли, подводить итог каждого дня, писать цели на предстоящий день с помощью введения дневника. Очень полезная практика, которая помогает нам по протяжению какого-то времени вернуться к своим записям и провести определенные исследования того, какие мы совершали поступки, как мы это делали, и сделать определенные выводы, которые помогают нам в дальнейшем либо отказаться от каких-то действий, либо же совершать поступки немного по-другому, которые позволяют нам хвалить себя, награждать себя за правильно совершенные поступки, делать выводы и возвращаться к этим урокам. Например, автор книги предлагает, есть замечательное дополнение к книге «Магия утра», дневник «Магия утра», который можно ввести на протяжении всего года. Тоже он выпущен тем же издательством, что и «Магия утра», примерно в такой же стилизации и абсолютно соответствует тому, что написано в книге. То есть в этом дневнике вы можете себе ежедневно отмечать, какие практики вы проводили, записывать, какие цели вы ставите на следующий день, какие аффирмации вы сегодня себе читали и действительно записывать основные выводы, которые вы сделали по прошествии определенных дней. Через 12 месяцев, перечитав этот дневник, вы действительно можете наблюдать за своим развитием, за тем, какие поступки вы совершали, как вы выросли за этот год, похвалить себя и извлечь определенный опыт, уроки. Итак, я вас ознакомила с 10 главными мыслями, которые у меня возникли при прочтении данной книги и хотелось бы рассказать про три задачи, которые я поставила себе для исполнения в ближайшее время, сразу после прочтения. Первое – это завести, купить дневник себе для того, чтобы действительно я могла записывать все свои основные цели, все свои поступки, которые переживаю ежедневно, для того, чтобы я могла через какое-то время к этому возвращаться и делать определенные выводы. Для того, чтобы начать вести дневник как можно скорее, нужно, конечно же, сразу его купить. Советую вам, кстати, в качестве дневника для чтения, если мы говорим о прочтении нонфикшной литературы, и если вы будете действительно каждые 20 минут утром выделять для прочтения бизнес-книг, использовать именно букнот, который помогает выделить основной из прочитанной бизнес-литературы, и возвращаясь к записям в своем букноте, даже через год, через полгода, вы сможете прочитать основные мысли из тех книг, которые вы читали ежедневно, соответственно, это время не будет потрачено зря. Далее, вторая задача, которую я себе поставила после прочтения книги, просыпаться ежедневно в 6 утра, то есть на час раньше, и использовать те рекомендации, которые были представлены автором для того, чтобы действительно проверить на себе лично данный метод и улучшить качество своей жизни. И третья задача, которую я себе подставила по прочтению книги, это составить список литературы. Себе на год 40 книг минимум, которые я бы хотела прочитать, как минимум 20 минут выделяя в день на этом и делая определенные записи и пометки для того, чтобы время чтения не проходило зря. Я благодарю вас за просмотр данного видео, желаю вам прочитать данную книгу как можно скорее, действительно искренне ее советую, уверена, что она вам поможет и желаю, чтобы данные рекомендации помогли вам добиться желаемых результатов. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы вы не пропускали главные рекомендации нонфикшн-литературы, новинок, которые мы с радостью выпускаем для вас. Вы можете также по ссылке ознакомиться с нашим проектом «Читай быстро» буква «Инфо» и ознакомиться с нашим блокнотом для осознанного чтения, который можно приобрести по ссылке booknot.com. Перед тем, как перейти к прочтению необходимой литературы, которую, опять же, вы можете найти на нашем канале. Мы рекомендуем вам по адресу буква «Инфо» проверить скорость вашего чтения для того, чтобы понимать, стоит ли вам развивать себя в данном направлении. Еще раз спасибо всем, кто делил время. Хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok